Всем привет! Всем привет! Привет! Я пришла поддержать ребят, потому что я со всеми здесь дружу, особенно с членами жюри и его ведущими. Интересное мероприятие, я скидилась за реальцев шоу, и вот пришла поддержать. Просто выступав со своим новым треком, называется у доктора. Он очень крутой. Сегодня я гость на этом мероприятии. Сегодня, я так понял, финал будет проект конкурса шоу. У нас знакомый друг, наш коллега Сэм Пикар, ведущий. Сегодня у нас финальное шоу, реалити-шоу «Кто ты?». И я дико рад, потому что сегодня будет так грандиозно, что вы просто просмотрите все на одном дыхании. Сегодня я эксперт жюри, а также сегодня я выступаю. Сегодня я пою, делаю премьеру на самом деле здесь, моего нового сингла «Поцелуйся вкусом текилы». На самом деле, я здесь сегодня просто приглашенный гость, я буду смотреть и поддерживать ребят, конечно, в первую очередь. Сегодня я буду общаться с участниками реалити-шоу, задавать им очень интересные вопросы, на которые они должны будут найти ответ. И ответить... Ну? Ответить то, что ответить, посмотрим, мне кажется, будет очень интересно. Сегодня я буду выступать в общих номерах и с сольным номером. Ну и просто поддерживать участников. Смотрел ли ты шоу? Да, шоу я смотрел. Первый сезон смотрел, второй тоже начинал смотреть, а потом понял, что очень хочу спать и не досмотрел. Я посмотрел начало, там еще пару серий, очень так было интересно. Ну, поэтому это было очень важно тоже, потому что, чтобы знать как бы каждого участника в лицо и знать какие-нибудь истории про них, чтобы можно потом как раз было это интегрировать в вопросы. Ну и хотя бы понимать, что каждый человек делал на проекте. Я смотрю сейчас второй сезон, слежу за участниками. Есть, конечно, у меня фаворит, не будем это раскрывать. Очень интересная реалити. Кстати, мы приезжали выступать вот в этот проект, к ним дома, и мы пели у них, потом смотрели вместе реалити-шоу. Нам очень понравилось, очень классно. Какой сезон вам больше понравился, первый или второй? Конечно же, второй. Мне кажется, он был гораздо круче, красочнее, масштабнее и сделал очень много шума. Я уверена, что шоу будет большое, чем будущее. Я думаю, что оно будет развиваться. Я уверена, и то, что делает Татьяна Тур, это очень круто. То, что она дает детям такую платформу, этим прекрасным голосам, артистам. Это очень круто. Я как желаю шоу огромного успеха и удачи. Три месяца мы наблюдали в онлайн-кинотеатре и вид, как 13 подростков со всей России становятся звездами эстрады. Ведь для каждого команды профессионал создала настоящий хит. Но самого лучшего будем выбирать с вами мы, зрители. Погнали! Как ты думаешь, какая лучшая песня? У меня есть топ лучших песен. Это те песни, которые нравятся мне больше всего. Мне очень нравится песня «Писочка», очень нравится песня «Прости». «Прости» у Лизы Шариповой, наверное, все-таки фаворит мой. Вот, например, у Сони Смирновой песня «Пошел ты», как бы очень тоже мне нравится. «Пошел ты на нас» Сони Смирновой. Очень нравится песня «Ты» и «Бум-бум». 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 Сможешь напеть? «Бум-бум» «Засыпай, баю-баю-бай, а ты меня так нежно обнять» «Мне еще давно уже свой рай, упали глаза в этих синих небесах» «Только ты, 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 ты знаешь, как достать до высоты» «Ты, ты, ты, ты» «Как вы думаете, кто сегодня победит?» Без понятия, потому что мы уже забыли, что это конкурс, потому что мы все такие друзья, все дружные, мы просто хорошо проводим время и выступаем. У нас все ребята сильные, и во-вторых, это во-первых, что они все очень крутые и сильные, а во-вторых, у нас жюри абсолютно непредсказуемое, экспертное, которое может полностью поменять всю картину. Мне кажется, все ребята безумно талантливые, но мой фаворит это Соня Смирнова. Мне очень нравится, как она двигается, еще у нее оригинальный голос. Слушай, даже, не знаю, вообще никаких догадок нет. На самом деле здесь столько у меня фаворитов, я бы не стала никого ярко выраженно так выделять, чтобы не обидеть, довериться судьбе. Честно, я не знаю, потому что это все решат зрители, но я думаю, есть пару конкурсантов, которые смогут выиграть и победить очень достойно. Я даже не знаю, просто у меня как будто отключка в голове, я правда не понимаю, кто может выиграть, потому что все участники очень сильные. Честно, у меня есть два фаворита. Два моих любимых трека. Это «Пошел ты» и трек «Писочка». Реально, это мои любимые треки. Мне кажется, в творчестве нет победителей. Все ребята достойны победы. Победитель уже каждый, уже каждый финалист, ребята. Если не твоя песня, то чья песня «Достойна победы»? Сложный вопрос, потому что я не хочу никого выделять или кого-то обделять наоборот. Я думаю, что у каждого участника есть шанс на победу, потому что все треки очень разные, очень подходящие к участнику, поэтому тут я ничего не могу сказать. Мне кажется, этой песней будет Полина Лиф, «Писочка», потому что это очень молодежный формат, который может с легкостью залезать в чарты не только летом, как у меня, но и в любое время года. Ребята, которые прошли большой онлайн-кастинг, целый месяц жили на вилле в Сочи и под прицелом десятка камер боролись за возможность стать полноценной звездой. Без гаджетов и связи с родителями. Под руководством музыкального продюсера Татьяны Тур, наставников и звезд Клавы Кока, Бурита и Инны Хабибко, они записывали классные треки и снимали тик-токи с известными блогерами. Что тебе больше запомнилось на этом проекте? Ой, мне больше всего запомнилось. Каждый момент с ребятами, с sound production был уникальным. Это была уникальная возможность показать себя и все-таки, как название, понять, кто ты. И это очень... Мне кажется, что самый лучший проект, в момент «ты» это было, когда я работал на студии с Сергеем Соболем, с Вовой, с Димой, с всем sound production. Это было самое лучшее время, которое я провел на проекте. У нас каждый день был до такой степени заполнен, что я прям каждый день что-то внимал. И у меня очень сильно заполнилось испытание со скайпарка. И, пожалуй, вообще все запомнилось, потому что проект гениален. То, какая атмосфера творчества у нас старила каждый день. Каждый день кто-то писал треки, кто-то уезжал на личные испытания и приезжал на виллу полной эмоций. Так что мы от этой энергетики, каждый от каждого заряжались и творили каждый день. На самом деле я не могу выделить какое-то одно событие. Все испытания были очень классные, запоминающиеся, яркие и необычные. Поэтому я думаю, что весь проект у меня остается вообще одним большим классным воспоминанием. Каждый момент был особенный. Было очень весело. Когда-то мы плакали, когда-то мы веселились. Ну, то есть у меня нет каких-то особых моментов, которые можно выделить. Мне все запомнилось. Нам привозили очень вкусные торты. Понравилось ли тебе участвовать в прошлом сезоне проекта? Слушай, прошлый сезон был очень крутым. Реально, это было очень классно. И, конечно, я просто был в бешеных эмоциях от первого сезона. Скучаю очень. У меня очень большая ностальгия по первому сезону. Ты хотел бы поучаствовать в этом шоу? Ты знаешь, мне нравится моя роль ведущая, потому что я люблю общаться со всеми героями. Они очень интересны, много чего рассказали. И я думаю, что еще много чего расскажут нашим зрителям сегодня как раз на этом шоу. Вообще, у меня был опыт в ТикТок Доме, поэтому я думаю, что это практически ничем не отличается. Потому что в ТикТок Доме ты тоже постоянно снимаешь, тебя снимают. И поэтому я думаю, что это не тяжело, смогла бы. Возможно бы, возможно. Это интересная история. Мне предложили, предлагали много реалити. Я подумаю, я подумаю. Если такое предложение будет, я подумаю. Я не участвовала в таких шоу, потому что я артист. Но мне, конечно, приятно быть частью таких проектов. И особенно, если я могу помочь как-то подрастающим новым звездочкам. Ты давно не был в ТикТок Хаусе. Ты бы не хотел начать заново проект с каким-то ТикТок Хаусом? Ну, слушай, последняя рация была в Хаусе, наверное, месяцев 9 назад. 8-9 месяцев назад. Нет, я больше не хочу в Хаусе вообще. Известно, что съемки реалити-шоу проходили еще летом. Но победителей мы узнаем только сейчас. Финал второго сезона прямо здесь, на большом концерте в прямом эфире. Ведущий проекта, победитель первого сезона Марк Потапов. Артист саунд-медиа, который вместе с ребятами тоже записал новый трек. Ради талантливого Гаррика Зибеляна, который покорил Сергея Лазарева, еще сотни уважаемых жюри на телешоу «А ну-ка все вместе». Татьяна Тур изменила правила реалити-шоу. Она подписала с ним контракт о продюсировании сразу после съемок в Сочи. Ты уже на контракте, да? Что дальше? Ну да, я подписала после реалити-шоу «Кто ты?» контракт с Татьяной Тур. Теперь я артист саунд-медиа. И дальше треки, клипы, песни и концерты. Ты все-таки понял, кто ты? Конечно, понял. Я нашел свой жанр, нашел свой стиль, вот такой, в каком я сейчас. И стиль одежды, и стиль разговора, стиль всего я нашел там. Я безумно вырос и изменился и ментально, и физически. Но я буду стараться расти еще выше и больше. Я понял, кто я, и я хочу определенно связать свою жизнь с творчеством, со сценой и с музыкой. Ты планируешь поехать на форум Агутина, и что ты там будешь делать? Да, я планирую этим летом поехать на форум Агутина. Там я, как и любой день своей жизни, я провожу под девизом «Получать счастье», «Получать, чтобы мне главное было интересно». Буду заниматься и ходить на те форумы и мастер-классы, которые мне интересны, и получать знания о самых крутых педагогах. Победитель проекта второго сезона реалити-шоу «Кто ты?» становится София Смирнова! Я звоню, но ты всегда оффлайк, Мою малину добавляешь лайк, И вроде бы окей, вместе нам так весело, Но почему со временем наш джем покрылся плесень? Я оценю, как я на ладо за внула назад, Кричу на вина тормоза, на винах, Невероятные эмоции и самый достойный победитель реалити-шоу «Кто ты?»! Ну а с вами были ТВ-детки! Все самое интересное только у нас! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok